Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls Prepaid to Die Edition. Мы находимся в прибежище Нежити, в том месте, откуда мы начинали эту игру. Ну и что, давайте продвигаться. Здесь нас ждет Stray Demon. То есть, помните, самого первого такого жопастого босса игры? Нас ждет именно он. То есть, его усиленная версия, конечно же. Здесь очень много опустошенных полых. И они здесь далеко не такие простые, как в первый раз. Чего вообще блок не ставлю как-то? Ладно, надо уже браться за ум. Мало кто знает, кстати говоря. Как оказалось, я со сколькими людьми разговаривал, которые, собственно, играли в эту игру. Так же, как и я, безо всяких гайдов. То есть, постигали ее сами, что, на мой взгляд, правильно. Но, тем не менее, они не знали, что кто тут есть. Такая штука. И если ей кинуть что-нибудь, типа, я не знаю, там, мусора, то после этого нужно выйти из игры, зайти снова в игру, и у вас тут будет лежать что-то. То есть, в обмен, обменять. Я этим не буду заниматься, потому что просто на запись не буду выходить из игры. Но, в общем, имейте в виду, положили туда что-нибудь ненужное. Как правило, каждую вещь можно обменять только один раз. Отлично, ступай прямо. А, ну и такая выходишь отсюда, то есть, вот так вот. Так, я помню это место. Я тут сто раз умирал, поэтому... Сейчас мы просто, мы не побежим сразу в центр. Мы сначала пробежим во двор. Там у нас бонфайр. Здесь мы в первый раз, как вы помните, дрались со стрейдемоном. Ну, он там назывался по-другому. Страж хранилища, по-моему, что ли, как-то так. Ну, по сути, это именно он, по внешности. Так, ладно. Он, это главное испытание местное. Ну и, кроме прочего, где-то здесь должен ходить полый рыцарь, которого мы уже убили, помните? Ну, которого мы не убили, вернее, который нам, да, отдал эстусы в свое время. Ладно, с этим со всем мы разберемся попозже. Костер пожелательно вас сжечь, конечно. Мне кажется, нет? Так. Чуть-чуть нам явно пригодится сейчас противодичайшим мощных атак. Карт... Та, блин. Что-то так резко выпрыгиваешься на меня. Старые подписчики моего канала, я думаю, помнят нарезку смертей на этом боссе. Я умер же раз 20. Короче говоря, тактика следует. Он бьет. Все время нужно держаться у него сзади. А когда он начинает там что-то как-то напрягаться, что ли, я, блин, не помню. Ну, я помню, что сзади его нужно держаться. Хотя щит Хавилла, я думаю, вполне возможно и... Да, щит неплохо держит. Так, мне повезло. Просто повезло. Вот тут нужно сзади держаться. Ударная волна как бы его... обходит. И сейчас маленько отступаем. И бьем. Не недооценивать этого босса, он очень сложный. Ну, для меня, опять же. Кто-то там наверняка в комментариях напишет, я его убил там с первого раза, играя голым персонажем, обрубкам меча. Да, насрать, честно говоря. Не все мы затроты, поэтому босс очень сложный. Предупреждаю. Просто я уже перекачан для него, как и для большинства боссов этой игры. Просто потому, что я уже эту игру проходил, у меня охота просто показать вам. Дополнительный контент я показал, поэтому сейчас мы быстро ее добьем и уже переключимся на что-то другое. Так, ну хорошо. Похоже, мы с первого раза в этот раз победим его. Это невидительный. Как я и говорил, если знаете, что с ним делать, то он не так много урона вам наносит. Ой, открылся. Думал, не заденет. Это странно, грохта не слышно. Такое ощущение, что звук сбойнул. Ладно, до свидания. Сколько боли ты мне в свое время донес? О, это был капец. Не знаю, мне кажется, я его с первого-второго раза сейчас бы даже уровень на двадцатом заломал. Это было бы долго, но, как вы видите, тактику против него уже более-менее понятна. Держишься сзади и не атакуешь, когда он начинает тужиться. Так, ладно, хорошо. Тут внизу у нас что-нибудь есть вообще? Я не помню. Я помню, в первый раз, когда я победил, я тут уже просто, там, по-моему, комментариев даже не было. Просто настолько был уже офигевший. Просто молчал. Так, ну и что? Местные рыцари тоже заставляли проблем поначалу. Когда я в первый раз сюда сунулся, я понял быстро, что я им не ровня. Когда пришел второй раз, уже начал разбирать. Наконец-то мне дали меч черного рыцаря. А то у меня, блин, не получалось ее взять. Хороший меч. Возможно, даже лучший меч в игре, если его прокачать правильно. Он довольно тяжелый. И при этом... Ну, короче говоря, это, по сути, полуторный меч, только получше. Но сейчас, так как у нас уже есть алебарда прокаченная. Ну, можно его покачать, конечно. Ну, зачем? Мне алебарда очень нравится. Так, вот зачем я сюда ходил. Странная кукла. Странная кукла нам дает возможность сходить в нарисованный мир, который находится в Аннерлоне за картиной. И еще здесь где-то у нас будет кольцо. Кстати, со строй демона она не выпала. Я что-то прощелкал. А у меня конющее оружие. Хотя, зачем мне? Колеса мне уже, конечно, что надо. Получение двойного урона. Это для хардкорщиков, которые, собственно, игру затачивают. Так, поглощает здоровье. Нет, пока того кольца у меня нет. Нужно вспомнить. Здесь еще дофига мест, куда можно пойти, так что найдем. Отсюда мы начинали, вы помните, да? Здесь у нас туториал обучения. шоу? Слышите? Это к нам сейчас пойдет полый рыцарь, который понимал, что он скоро умрет и потеряет рассудок, поэтому отдал нам эстиса и сказал справляйся сам. Подожди, я эту калитку не открыл, что ли, в прошлый раз? Ну, ладно. Я все равно, в принципе, сейчас могу это обойти все. Но печально. Так, и мы вернулись сюда. Мы можем уже возвращаться обратно. Но мы же не за этим сюда пришли, верно? чтобы отступаться. Здесь у нас будет еще один рыцарь, насколько я помню. Или даже два. Он даже стоит как-то внушающе так. Наш персонаж уже тоже довольно-таки многообещающе для противника выглядит. Такого видишь, драться расхочется вмиг. Ничего, дорогой. Блин, самые любимые противники в игре. Они техничные, красиво дерутся. Но не на моем уровне. Да что, блин, не на моем уровне, не на моем уровне. В том и суть игры, чтобы стать сильнее, верно? Так, вот и ты сидишь по-новой. Дружок. А, ты стоишь уже? Как вы понимаете, разговора с безумцем не получится. Он тяжелый. Кстати, кто-то говорил, что, мол, а это не персонаж ли из Demon's Souls? Потому что очень похож. Нет, это не он. да, хватит. Щит с эмблемой, хорошо. Одно непонятно, где же то кольцо тогда? или я что-то опять не помню. А, да-да-да-да-да-да, вспомнил все. Так, ну тут, по-моему, ничего у нас нет. Здесь у нас тупик. Сейчас нам нужно подняться на самом верх, и там у нас будет закрытая калитка, мы сможем как раз таки спуститься, взять вот это. хорошо. И все у нас будет покончено уже с этим миром. Короче, печальная участь этого рыцаря. Он стал опустошенным, стал кидаться на людей. Вот тут он сидел, как вы помните. Решетку нужно ли открывать? Давайте на всякий откроем, мало ли. Но не думаю, что мы сюда вернемся. Ой, блин. А ты по-новой тут, что ли? Офигеть. Я же вздрогнул. Ладно. Я и не думал, что ты к второму разу будешь. Скотобаза. Блин, у меня аж дернулось внутри. Не люблю какая-то семноты. резко что-то непонятное выскакивает. Эти хорроры меня уже невротиком сделали. Так, ну и что? До свидания. А вас тут двое теперь, да? Блин, зачем я это сделал? Сейчас опять чиниться придется. Благо душ хватает. Вот, в общем, мы взяли там на крыше в храме огня ключ именно от этой двери. Без этого ключа, в принципе, сюда ходить смысла особого не имеет. Ну, то есть, вы получите ништяков, но самая главная хорошая вещь, которая есть здесь, это вот именно вот это кольцо. Ржавое железное кольцо. Теперь, что вы можете чувствовать равновесие, но не твердой земли. То есть, вы можете в воде бегать. В воде, в жиже всякой. Такие вещи, конечно, лучше взять перед путем куда-нибудь, скажем, в Блайт Таун. Но так интересно, я отсюда. Но если вы пойдете в Блайт Таун, то я думаю, Блайт Таун, короче говоря, по-моему, в менее сложной локации, чем вот этого. Поэтому там можно и без этого разобраться. Ну и все, возвращаемся. Кстати, мы не можем покачать щит с помощью мерцающего титанита. Ну, конечно, не хватит, чтобы по максимуму его усилить. Но плюс 3 тоже неплохо. У него плюс 5 максимально. Давайте с ним побегаем для разнообразия. все, уходим отсюда. Ну да, по сути, это полуторный меч. Только более красивый и более мощный гораздо. Так, ну что, следующий пункт нашего путешествия ностальгического это нарисованный мир. А после нарисованного мира нам останется идти только либо в архивы герцога, который находится в Аннерлонде, либо в Нью-Лонд Руинз драться с четырьмя драконами, говорю, с четырьмя королями. Либо идти, что там у нас еще останется, либо идти ниже под катакомбы в гробницу гигантов. Но это место я оставлю на потом, я просто не люблю эту темную локацию. Там именно умираешь очень много, из-за того, что нифига не видно. Само по себе оно несложное. Сложные именно не упасть. И что-нибудь разглядеть. То есть, если вы видели, скажем, вот бездну около Мануса, то бездна около Мануса это так. Брызги, как говорится, в сравнении с гробницей гигантов. Там все гораздо, гораздо хуже. Паркур! так, хорошо, перемещаемся. мы же отсюда не сможем переместиться в Аннерлонда. Потому что у нас тут девушка-то убита. Так, ладно, пофигу. и оттуда переместимся в Аннерлонда. Кстати говоря, можно убить Веневер, Веналин. После этого мы не сможем, конечно, улучшать Эстус Фласки, но не пофигу, лей. То есть, если раньше это имело значение, то сейчас у нас уже и так все крайне неплохо. Поэтому давайте-ка накажем девушку. Подожди, какое-то копье, ой, копье, говорю, какой-то этот же нужен, по-моему. Кольцо, чтобы в итоге там после этого лунного света, что ли. Даркмунд, неоноле. По-моему, вот это кольцо. Сейчас разберемся. Мерзавка. Ты, конечно, не настоящая, но убивать тебя жалко. Ты просто мираж. Иллюзия. Но даже иллюзорные сиськи такого размера это, извините, очень, очень тяжело. Иллюзорные 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 да ладно ну что теперь кстати говоря все темные фантомы этого места жаждут нас убить пусть попробует сейчас я в таком состоянии что если кто-то сюда и подлезет у него ничего не получится хотя есть какой-нибудь мега мозг придет вполне может размотать чушь я сговорюсь короче боясь нам сейчас нужно куда-то вниз не помню как там что именно нужно проделать а потом уже пойдем следующей серии в нарисованный мир сейчас мы разберемся с этим боссом короче гвинтолин это сын гвина гвинт надо сказать всегда хотел дочь поэтому сына растили как дочь одевали в женские наряды ну и вообще там просто кошмарная история ему это не поможет он сейчас умрет не избавим его учение но так у нас уже ждут желающие наказать это нпс один из них мак по моему ты посмотри я думал будет послабее хорош да в черной броне маленько поиздевались над нпс ну да ладно так сейчас нам нужно во первых открыть этот блин я не помню как его то есть бонфайр который тут внизу находится как-то нужно опустить лифт к нему сегодня вроде они такой уставший как прошлый раз поэтому быстро разберемся как видите все монстры пропали с локацией и теперь у нас тут лунное затмение вернее солнечно какой лунный на так здесь у нас еще один желающий наказать нас да а ты малосердная надо сказать ну чё тебя закруживаю блин о отпарировал хорошо молодца то есть я думаю чего не кинжал то поднятый ладно меня просто блин разорвали так пойдем отомстим какой вопрос а я кстати появился с другой стороны ну на в принципе пофигу что то что с этой здесь никого нет на площади я не знал что она парирует умеет кстати у него броня тоже хорошая такая унисекс и на женщин и на мужчин одинаково хорошо лезет и одинаково хорошо смотрится так тут какой-то дурочка упал вниз похоже торопился ну да у меня было тоже такое когда я ломился браться с арштейном смогом то есть уже просто тебя убили там 500 раз ты торопишься она все не едет ты думаешь а ну ладно спрыгнул подлечусь по дороге и убиваешься бывает и такое я понимаю вообще это место уже столько раз мною схожи настолько раз ну при первом прохождении по большей части во второй раз ты я уже довольно быстро забрался с арштейным смогом так ну где-то там сволучу сейчас нам нужно будет поворачивать его до тех пор пока мы не найдем секретный проход только не помню как это делать разберемся сначала нам с тобой по-любому надо разобраться а потом уже с проходами всякими блин я извиню конечно я не знаю какой-то металюга от парирую это стерва так заберем свои души не так чтобы много но все наши это дамы кстати говоря нам прибавляла фаерки персовы да вот она еще отдала но мы уже нигде не можем их прибавить поэтому фляга с сессусом плюс 4 у нас так и останется я сознательно это пошел потому что а по фигу так вот сейчас у нас есть как обычно верхний подъем и нижний этаж верхний у нас соединен соединяет между собой там все наверху а нижний куда ведет а нижний ведет картине можно повернуть так что все будет маленько по-другому я не помню нужно ли нам для этого использовать тебя похоже что нет вот отсюда кстати говоря мы пойдем нарисованный мир он там эта картина кстати нарисованном мире там босс такая пушистая девушка приятная невидимая хочу как-то с ней побороться уже понять как и убивать прошлый раз я ее просто не видел много отбил и в результате ну долго долго но замочил сейчас охота как-то больше по смыслу уже так куда мы едем в итоге я не этого хотел ну-ка куда теперь нижний привела нас не очень помню как тут все делается но по моему правильно пришли и как темно мощи в никуда пришли а нам он туда нужно так как это делается блин я забыл потому что надо как-то рычаг там дернуть не помню хоть убей может не в другую сторону повернуть нужно так но отсюда мы есть сейчас повернем то окажемся как раз таки то есть ну едет она от нас да устройство не поддается вообще никак короче так ну здесь все понятно и хорена дать повернем другую сторону попробуем пару раз не помню хочу этого босса убить Так, ну вот мы В то же самое положение Вниз поехали Отлично Так, подожди Этот этаж нас приводит К нарисованному миру А нижний нас приведет Так, подожди, не падай только Хотя падай А нижний нас приведет, по-моему Как раз куда я и хотел В секретный бонфайр проход Супер Здесь у нас обычно стоит статуя Но Сейчас, так как мы Сразу как сюда пришли Уже идем к боссу Секретный проход появился Он появляется только после убийства Принцессы А обычно здесь стоит То ли стена, то ли статуя, я не помню К отцу солнечного первенства Что он дает Усилив чудеса Бесполезно для меня Так, ну что, погнали Не знаю, конечно Малоподвижным персонажем Это будет довольно Тяжело Если вы не убили Принцессу И пришли сюда Использовали именно кольцо Как оно? Лунного света, по-моему, называется То у вас эта дверь Все равно откроется И вы сможете принять тот ковенант Вроде как Но я этого никогда не делал Или делал в прошлый раз Я не помню Не суть важна Я этими ковенантами особо не пользуюсь Голос не поймешь, да? То ли это девушка То ли это парень Совсем какое-то бесполое существо Фишка в том Что нужно Успеть ударить Его Пока Да, такими неприятными штуками шарашит Либо шарашит Одним большим фаерболом Так От этого можно прятаться тут От этого Нигде не спрячешься Офигеть Хорошо Что-то я совсем забыл Что она такая мощная Хорошо Иначе все было бы совсем легко, верно? Так, сейчас мне нужно, пожалуй Да нет, у меня все нормально Блин, я что, отсюда должен ломиться туда? Капец И что мне, как мне сейчас? У меня же сейчас опущен этот Я же разжег костер Ёлки-палки Сейчас посмотрим Если через собор придется идти, это печально Потому что если лифт опущен И я не смогу спрыгнуть То То это да Ну, лифт, конечно же, опущен Замечательно просто Он стоит там, в самом нижнем положении И чтобы нам туда попасть, не убившись И переместиться мы не можем Потому что костер тут потушен Так, ну я отсюда не могу прыгать Это верная смерть Ой, ладно Че у нас там по времени? Ну, давайте пробежим как раз Может еще успеем один раз подраться даже В темноте это будет особо занимательно все делать Не до конца как-то Не до конца я разжег этот костер И теперь приходится терять время Ну, место прикольно Как бы без претензий Нравится Нравится Сравните, да, я в такой броне И они там в каких-то халатах С кухонными ножами Так, ладно, аккуратно Нам, конечно, нужно поторопливаться Но спешить не нужно Блин, вот это оружие, оно как катана Оно мне очень нравится Именно тем, что Стабильное Когда им машешь Ты уверен, что у тебя персонаж Там не сделает три шага вперед И ты не улетишь хрен знает куда Ладно Все равно опасно было Так, хорошо Давай, дружок Атакуй меня Убей меня Блин, я думаю, убился Сейчас атаковать-то его опасно Ну да, как и обычно, короче Ну, вы видите Блин, ну как он Игра просто взяла и столкнула Ну Что ж такое Ладно Давайте, знаете, мы на этом завершим Наверное, сегодняшнюю серию Расстроился я что-то То есть, блин, это верняк был Это был верный удар Но он двинулся в этот момент вперед И игра меня подвинула Как это можно вообще? Скотство? Скотство В следующей серии убьем, в общем, этого непонятного Полусамку, полусамца И после этого пойдем в нарисованный мир В этой серии мы разобрались С прибежищем нежити Это было довольно интересно Мне понравилось Надеюсь, вам так же Увидимся в следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»